Красота и грация. Глядя на искусственных наездников, мало кто задумывается, какой ценой дается такое мастерство. Конный спорт, который в последнее время снова набирает популярность, считается одним из сложнейших. Некоторые люди, ну что вы, катайтесь на лошадях, чего там, ничего сложного нету. А я вам скажу, что это намного сложнее, чем других видов спорта. Здесь, во-первых, нужна физическая подготовка. Здесь не нужны сильные крепкие мышцы, здесь нужно хорошо уметь ловить баланс. Не равновесие, а баланс. Потому что лошадь постоянно идет в движении, и нам постоянно приходится ловить. Не найти баланс, а ловить его постоянно с каждым шагом. Конный спорт отнимает много времени и сил. Начинать заниматься им лучше не раньше 10-11 лет, когда ребенок готов физически и психологически. Потому что даже сделать седловку непросто. Дарья Самойленкова конным спортом занимается уже 10 лет. Ее верный друг Мерин Дарьял – животное универсальное. На нем можно выполнять программы по выездке, по конкуру, что встречается довольно редко. В основном такими лошадьми могут похвастаться в конно-спортивном клубе «Малинки». Мы так их называем БПшки. Беспородный, но он очень талантливый по природе своей. Серый вот такой замечательный конек. Очень хороший, очень воспитанный и честный конь. Всегда выручает на соревнованиях. Чистка лошади – очень ответственный этап подготовки к любому выступлению. Нужно не просто смахнуть грязь, но и тщательно смотреть лошадь от морды до хвоста. А чистить лошадь надо очень хорошо и тщательно, потому что при работе она потеет, вся грязь выходит, и при контакте с седлом это никуда не уходит, и может образоваться шишечки, всякая неприятная мозоль, например. Подготовить лошадь к соревнованиям не так просто. Это процесс долгий и, по сути, представляет собой дрессуру животных. Три года уходит только на то, чтобы конь привык к человеку. И только после этого начинается езда. Анна Корниенко работает с молодой кобылой. Характер у животного строптивый. Но и с таким конем можно договориться. У нас упорные тренировки. Пять раз в неделю. У нас два раза в неделю езда и три прыжковых пья. Где-то по часу тренируемся. Прыгаем маршруты. Иногда просто для лошадей устраиваем, когда они сами прыгают. В конкуре есть четкая система оценок. Лошади необходимо перепрыгнуть барьер, высота которого может составлять от 80 до 120 сантиметров. Если лошадь закинулась или обнесла, не преодолев барьер, сбила палку, снимаются баллы. Препятственно должна преодолевать чисто и в то же время и быстро. То есть на чистоту и на резвость. Каждый маршрут своей сложности – это по высоте. Высокого мастерства кони, как и люди, достигают не сразу. Хотя лошадь не собака, и с ней гораздо труднее. Даже она за долгие годы может стать верным другом и помощником. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.